А сегодня у нас рецепт мерингового рулета. И да, я знаю, что вы видели его уже очень много раз, но посмотрите, мой тоже. Для начала, как вы уже знаете, нам нужно отделить белки от желтков. Делать это нужно предельно аккуратно, чтобы желтки не попали в массу с белками. Далее добавляем в чашу миксер и взбиваем с добавлением щепотки соли, лимонного сока до вот таких вот пиков. Далее перекладываем массу на противень, разравниваем и отправляем выпекаться. Пока подготовим крем. Для этого смешиваем сахарную пудру, творожный сыр и взбиваем, постепенно добавляя холодные сливки. Не забываем попробовать. Подготавливаем ягоды и пергаментную бумагу с сахарной пудрой. Так мы проверяем на готовность, но это я, конечно, зря. Аккуратно перекладываем на него корт и снимаем пергамент. Вот. Далее мы смазываем его кремом. Смотрите, какой он хорошенький получился. Плотный. Обязательно должен быть плотный, иначе растечется. Далее кладем ягоды. У меня это клубника, голубика в прослойку, а все остальное уже на украшение. И сворачиваем таким вот образом. Вот. Далее аккуратно перекладываем в форму. Обрезаем края. Так будет красивее. И плюс их можно съесть заранее. Приступаем к украшению. Для начала кремом, затем ягодами. И как я люблю это говорить, тут уже дело вашей фантазии. И мой самый любимый момент. Посыпаем сахарной пудрой. Вот такой красивый рулетик у нас получается. И безумно вкусный, и нежный. И готовится он на самом деле очень просто. Если знать все тонкости, приготовление которой я распишу ниже. Покажу вам его в разрезе. А я желаю вам удачных приготовлений и приятного аппетита! Продолжение следует...